Добрый день. В эфире программа «Урбан». Здесь в студии Дарьи Топузлеева и Светлана Занько и гость сегодняшней программы Илья Шульгин, сити-менеджер города Кирова. Партнер программы – компания «Куприд». Добрый день. Всем здравствуйте. Нам надо сразу объяснить слушателям, что вот этот час программы мы записываем с 11 часов, поскольку на эхе эфирном Просилактика все пользователи «Контакта» в нашей группе прямо сейчас могут видеть прямую трансляцию. Для тех, кто подключился к нам чуть позже, трансляция ВКонтакте уже закончилась, но в следующий раз вы можете воспользоваться этой прекрасной возможностью. Или посмотреть запись программы на сайте хакерова.ру. Итак, у нас два часа работы. С 11, напоминаю, у нас запись прямая трансляция ВКонтакте, программа «Урбан», а с 12 часов у нас будет уже прямой эфир и на эхе, и в эфире, и ВКонтакте. Мы выполняем свои обещания перед слушателями и пригласили сюда Илью Вячеславовича с тем, чтобы ответить на вопросы и радиослушателей, и гостей, которые приходили накануне в нашу студию. И поводом изначально, по которому позвали Илью Вячеславовича, было обращение организации, которая носит название «Арока». Это организация компании, которая занимается наружной рекламой, и представителем ее был Константин Плюснин, руководитель фирмы «Реком». Он приходил с юристом, который защищает интересы рекламщиков, и проблема, которую обозначили наши гости, звучала следующим образом. Новые правила благоустройства Кирова, которые сейчас разрабатываются в городской администрации, они считают, негативно повлияют и на работу рекламных компаний, и на жителей многоквартирных домов, которым могут лишиться возможности зарабатывать деньги на наружной рекламе. Причем, включали Илья Вячеславович и слушатели тоже, и спрашивали у них, откуда у них такая информация, что они лишатся вот такой возможности зарабатывать деньги, которые, как нам пояснили жители, они используют для благоустройства своих дворов и ремонта домов. Они сказали, что им разъяснили сотрудники рекламных компаний, ну а сами рекламщики сказали, что они переживают за то, что благодаря новым правилам благоустройства лишатся своего бизнеса. Ну и таким образом, вопрос от слушателей в приоритете, лишаются ли многоквартирные дома возможности зарабатывать на наружной рекламе? Ну, поскольку у нас сегодня правила только разрабатываются, и мы собираемся их выносить на решение городской думы в конце мая, возможно, что это будет не окончательный вариант правила, потому что на сегодняшний день, к сожалению, мы столкнулись с тем, что у нас очень ограниченная нормативная база, которая вообще позволяла бы нам регулировать эту отрасль жизни города. И благоустройство у нас на сегодняшний день сами видите в каком состоянии. Что касается рекламы, то, к сожалению, у нас город серьезно подвержен вот такому очень агрессивному надежу рекламы со всех сторон. И если говорить о внешнем облике города, то его нужно по-хорошему срочно корректировать, в том числе и в плане рекламы, потому что все-таки, особенно в центральной части, нужно открыть город для жителей, потому что те пешеходные маршруты, которые у нас проложены, и те, возможно, нечастые туристы, которые приезжают полюбоваться в наш город, они видят город под слоем рекламы. И это ситуация, через которую проходили уже многие мегаполисы, и мировые столицы, и не только мировые столицы. У нас внутри России накоплен огромный опыт по упорядочению рынка рекламы. Вот этим опытом сегодня мы стараемся воспользоваться. Сегодня идут согласования правил благоустройства в прокуратуре, есть у них замечания, мы на них реагируем. То есть, в принципе, идет плановая работа. Что касается озабоченности рекламной кампании за свое будущее, ну это понятно, как любой бизнес, хочется понимать, какие правила игры будут. Я думаю, что в любом случае мы будем консультироваться, но могу привести пример очень простой. Как говорится, из личной жизни город Казань в свое время был примерно в таком же состоянии, как город Киров в плане рекламы. На каждом углу, каждый квадратный сантиметр использовался под что-то. Это нотариусы, газовое оборудование, чебуреки, японская кухня, все что угодно. До тех пор, пока не были приняты единые правила в этой отрасли. И на сегодняшний день мы видим, что город совершенно чистый и нет визуального давления на людей, которые ходят по городу, любуются его видами, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о рынке рекламы, о доходах из этой отрасли, то, например, за 2015 год Казань, муниципалитет, на торгах за право размещения рекламы на муниципальных счетах и иных поверхностях собрал миллиард рублей в доход города. В 2015 году? В 2015 году. Там были сравнения? В этом году уже собрано порядка 2,5 миллиардов, и план до конца года еще добрать от 1,5 до 2. То есть в этом году бюджет муниципалитета доходный порядка 4 миллиардов рублей. Для примера, в городе Кирове муниципальное учреждение и городская реклама собирают в доходную часть 30 миллионов рублей. Почувствуйте разницу, что называется. Когда в Казани были установлены новые правила наружной рекламы? Насколько я могу вспомнить, эта работа проводилась как раз в преддверии универсиады. То есть это период 10-12 год. А конкретно по этим большим билбордам, которые размещаются на фасадах домов, есть какие-то наработки? То есть вы хотите от них избавиться? По-хорошему хотелось бы избавиться от неуместной рекламы на любых поверхностях. Другой вопрос, что насколько это же рынок, насколько это повлияет на ту же доходную часть многократных домов, ТСЖ, которые получают доход с этого и могут на эти деньги рассчитывать в своей деятельности, допустим, при проведении каких-то ремонтных работ во дворах, установка детских площадок и так далее. Это все понятно. То есть, опять же, хотел бы сказать, что каких-то революций, наверное, не предполагается. Мы просто хотим воспользоваться опытом для того, чтобы, во-первых, пополнить муниципальную казну на законных основаниях и при этом город расчистить от неуместной рекламы. Потому что, ну вот, может быть, это будет неправильно, но у меня перед глазами пример, например, торговый центр недавно построенный. Если не ошибаюсь, там расположен магазин «Магнит», «Московская» 120. Вот на фасад этого здания посмотреть, там каждый квадратный сантиметр забит какой-то рекламой. Здание не видно. И, с одной стороны, я понимаю, что это торговый центр, и, ну, каждый его арендатор, наверное, хочет себя как-то проявить, с одной стороны. С другой стороны, ну, это же неправильно. Вы говорите, что надо посмотреть, если мы возвращаемся к многоквартирным домам, вы говорите, что надо посмотреть на доходную часть этих домов. По данным, которые нам Ассоциация РОКа предоставила, они платят собственникам в целом 4 миллиона 295 тысяч. Это вот все рекламные компании, всем домам, на которые они размещают рекламу. А в бюджет разных уровней, как они вот обозначают, 13 миллионов 143 тысяч. Это большая или маленькая цифра, на ваш взгляд? Не знаю, сумма какая есть. Вот сегодня вот так. Но цель отрегулировать рынок таким образом, чтобы он приносил доход как рекламным компаниям, как бизнесу, так и в муниципальную казну. А сегодня, я говорю, 30 миллионов, ну, это вот, ну, это меньше, чем 3 миллиона в месяц. Да. И что касается прав, которые считают, что необходимо отстаивать представителей рекламных компаний, то они обратились и в прокуратуру. Вот сейчас ответ прокуратуры у нас на столе. Лежит он 14 мая. Прокуратура провела проверку и говорит следующее. В настоящее время изменения в правила внешнего благоустройства в муниципальном образовании город Киров не внесены. Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеет. Но раскритиковали те возможные изменения, которые готовятся в правила благоустройства Кирова в отношении внешней рекламы. Вы сказали, Илья Вячеславович, что будут еще проводиться консультации. Я знаю, что на прошлой неделе у вас была очередная встреча по этому поводу. Основные претензии все-таки и рекламщиков, и, я не знаю, общественных, может быть, активистов, которые там были, в чем заключались? Ну, я могу сказать, что основные, вот даже не претензии, а основные опасения, наверное, это, что будет завтра. Мы не понимаем. То есть, ну, в любом случае, что будет завтра, мы в ходе консультации обязательно проясним. С одной стороны, с другой стороны, в любом случае, изменения будут, ну, это неизбежно. Потому что оставить вопрос в том виде, в каком сегодня мы его видим, наверное, нельзя. Еще раз, сейчас, Даша, я передам тебе слово. Просто 25 компаний, порядка 25 компаний, как нам пояснили игроки рынка, существуют в Кировской области. И следующее опасение, которое они высказывали в нашем эфире, что рынок серьезно сократится, лоты значительно увеличатся, и они, таким образом, небольшие компании, а в среднем там работает по 50 человек, не смогут поучаствовать в конкурсных процедурах. Их опасения имеют основания, будет ли там в связи с новыми правилами некие перестановки передел рынка? Передел рынка определенно будет. Почему? Потому что я вот сейчас еще, ну, как бы, не хотел бы на этом заострять внимание, но, видимо, придется. Нужно понимать, что огромная часть рекламы, размечаемой на разных билбордах и других поверхностях города, банально, незаконно. Вот как раз эти компании и проявляют максимальную активность и опасения за свое будущее. Так вот, я могу сказать, что все незаконные установленные поверхности будут изыматься из оборота. Это совершенно точно, потому что, ну, если законом это не предусмотрено, значит, их не будет. Вот у меня, кстати, момент как раз по законности и билбордам. Вот опять же на фасадах домов в Москве, когда от них избавлялись, компания Аэрофлот очень ловко ушла от этого запрета. Они просто начали наносить граффити. И эти граффити не попадали ни под какие правила. Мэрия Москвы разводила руками. А компания у них была, они анонсировали направление. То есть там была девушка-стюардесса красивая нарисована. И направление Сочи, то есть ряд городов. И получается, они не попадали ни под какие правила. Мэрия разводит руками, ничего сделать не могут. По сути, ну, то есть с точки зрения художественной, это и не граффити в полном своем смысле, но и рекламной конструкции это тоже считаться не могло. То есть... А что вопрос? Вопрос в том, что не найдут ли рекламщики путей ухода. То есть вот мы сейчас это все приведем к какому-то единообразию. Вот для этого я считаю, что необходимо проводить консультации, прежде чем принимать какие-то решения. А рекламщики, которые будут находить такие экзотические решения, ну, что могу сказать? Понимаете, на любое решение можно найти какое-то другое свое, на какой-то выход из ситуации. Это понятно. Но могу сказать, что, понимаете, вот есть все-таки... Цель-то в чем? Во-первых, узаконить существующий рынок. Это понятно. То есть просто привести его в нормативное состояние с точки зрения закона. Второе. Цель наша в том, чтобы, упорядочивая рынок, избавить наших жителей от лицезрения агрессивной рекламы со всех сторон. Потому что вот если пройтись, ну, я не знаю, там по любой улице, по Карлу Максову, вы пройдетесь, вы будете постоянно под давлением со всех сторон каких-то вывесок, клочков, баннеров. А тогда вот такой момент. Вы говорите, что пополнить казну за счет этого. Мы должны прерваться. Мы должны прерваться сейчас на полминуты. У нас перерыв. И дальше продолжим обсуждать рекламу. Это обсуждение займет весь первый час программы «Урбан». Через полминуты вернемся. Возвращаемся в студию. Это программа «Урбан». Здесь в студии Дарья Топызлеева и Светлана Занько. Наш сегодняшний гость – сити-менеджер города Кирова Илья Шульгин. Илья Вячеславович, мы обсуждаем, напоминаем сейчас нашим слушателям, что мы обсуждаем изменения в правилах благоустройства города Кирова. Начали мы разговор с внешней рекламой, поскольку было обращение Ассоциации «Арока», объединяющей несколько компаний, которые производят наружную рекламу. В том числе у них возникли опасения, что они лишатся своего бизнеса. И, кроме того, они во взаимодействии с активистами домов, которые имеют рекламные конструкции на своих домах, опасаются также и заявляют, что люди лишатся денег на благоустройство своих домов. А сумма, которую платят собственникам сейчас рекламной кампании – 4 млн 295 тыс. рублей. Я начала до перерыва задавать вопрос. Вы говорите, что планируете пополнить казну городскую за счет этой рекламы. Пока все выглядит так, что рекламы станет меньше. За счет чего будет пополняться городская казна? То есть будут вводиться какие-то новые формы, способы донесения этой рекламы? Или будут какие-то узаконенные места, на которых будет зарабатывать конкретно уже муниципалитет? Как это будет выглядеть? За счет чего деньги посыпятся? В Казани, насколько я понимаю, мы их опыт используем. Деньги не посыпятся. Понимаете, дело в том, что при упорядочении рекламного рынка, например, в Казани, естественным образом, после того, как были убраны все незаконно установленные конструкции, рынок рекламы определенным образом сузился. В этом нет никакого секрета. И я сейчас никаких новостей, наверное, и не расскажу. Меньшее количество игроков. Меньшее количество игроков. Потом все-таки надо разделить рекламных агентов на две части. Это федеральные игроки, которые постоянно, так скажем, во всех городах присутствуют, и игроки локальные. Вот больше всего, так скажем, проблем именно на локальном рынке. Потому что, как правило, он не упорядочен. Огромное количество всевозможных. Это даже нельзя назвать брендами. То есть это просто все, кто хочет о себе заявить так или иначе в пространстве, которое вокруг нас окружает. Если выйти с вокзала, то мы это все воочию увидим. Достаточно взглянуть просто прямо через дорогу на торговый центр «Лето». И то, что это торговый центр «Лето», можно увидеть не сразу, так скажем. Потому что мы будем видеть массу всяких разных ярлычков, поверхностей, объявлений и так далее. То, что из себя представляет на сегодня торговый центр. Но это не оригинальный торговый центр. Таких по всему городу можно массу найти. Это просто вот, если выйти с вокзала. Что видят наши гости? Я думаю, что все-таки, если выйти с вокзала, с любого столичного, Казанского, ярославского, ленинградского, мы увидим город Москву. Мы не увидим рекламу. Все-таки конкретный ответ мы хотим получить. За счет чего вырастет поступление в бюджет города Кирова при изменении правил внешней рекламы? За счет того, что незаконные конструкции будут убраны, рынок сузится, и на нем останутся вероятнее всего крупные игроки, которые будут... Платить по другому тарифу? Да. Платить по другому тарифу. И мы не можем еще раз не уточнить, что же будет с людьми многоквартирных домов, которые зарабатывали, и как их интересы могут быть учтены в данном случае. Ну, мы прежде всего посмотрим, как соотносится размещение рекламных объявлений на многоквартирных домах с федеральным законодательством, потому что 29 декабря 2017 года вышли изменения в федеральном законодательстве. И, в принципе, я думаю, что мы посмотрим, как сегодняшние изменения, вот то, о чем пишет прокуратура, что они с нами не согласны. То есть эта работа, она ведется, и я думаю, что в любом случае, ну вот, каких-то специальных мер, чтобы вот у жителей, отобрать их заработок, нет такого. Кому поручено разрабатывать новые правила благоустройства и внешней рекламы? Управление благоустройства города. А сейчас управление благоустройства возглавляет Олег Семаков. Да. И, мало того, со вчерашнего, я так понимаю, дня он возглавляет новый департамент, который объединяет не только управление благоустройства, но также управление жилищного хозяйства и транспорта. Да, совершенно верно. К какому сроку поручено господину Семакову сформировать новые правила благоустройства города? Когда вы планируете их вынести на обсуждение гордумы? Ну, у нас 30 мая заседание городской думы, мы к нему готовим документы. Сегодня у нас совет думы, на котором будет расписан график прохождения комиссий. И на ближайшей комиссии мы представим документ. Если депутаты посчитают, что документ сырой, ну что ж, придется согласиться. Отправить его на доработку и уже, ну, если в эту думу мы документ принять не сможем, ну, продолжим работу над ним. и вынесем на июньскую думу. Ну, в любом случае, это вопрос, который, на мой взгляд, он не терпит отлагательства. А какие еще пункты существенные в новых правилах благоустройства города мы можем озвучить уже сейчас? Ну, то есть, вот, что поручено разработать, кроме внешней рекламы? Ну, кроме внешней рекламы, поручено разработать все. Потому что у нас, к сожалению, еще раз говорю, есть определенные пробелы в правилах благоустройства. Ну, приведите пример, пожалуйста. Содержание и уборка зимних дорог, содержание и летние уборка дорог, благоустройство дворов. Давайте вот на содержании дорог зимним и летним остановимся. Что не устраивает сейчас и какие принципиальные нововведения хотите? Там никаких принципиальных нововведений нет. Просто вот эта зима показала, что в ручном режиме приходится постоянно делать замечания. То есть, определенные критерии должны быть четко закреплены. То есть, любой подрядчик, мы все-таки хотим отойти от бальной системы. Пока сразу скажу, что вопрос очень непростой. И вот как раз нормотворчество в этой области нам должно сильно помочь. Потом очень важный вопрос по благоустройству касается организации и вывоза твердых коммунальных отходов. Потому что с 1 января, как вы знаете, 19-го года вступает в силу уже в полной мере новый федеральный закон, который регулирует эту отрасль. На сегодняшний день у нас, к сожалению, есть здесь серьезные, так скажем, пробелы. И мы видим, что в городе у нас локально, там или в одном или другом месте, постоянно поступают жалобы жильцов, что мусорные баки переполнены. Почему это происходит? Это понятно. Необходимо по-новому организовать места сбора. Сегодня вот в этом плане тоже ведется большая работа. То есть, в принципе, вот я говорю, все, что касается благоустройства города, это все необходимо нормировать в соответствии с сегодняшними реальными, в которых мы находимся, в соответствии с изменяющимся федеральным законодательством в том числе. Если мы еще раз остановимся на уборке улиц, то хотелось бы привести в пример исследование, которое провели активисты группы «Красивый Киров» по просьбе одного федерального канала, как они пишут в своем посте, по количеству пыли и грязи на улицах Кирова. Анатолий Курбатов, активист и наш эксперт, которого вы тоже лично знаете, Илья Вячеславович, рассказывает, что они провели эти замеры, воспользовавшись методикой Минстроя, описанные в официальной инструкции по контролю и приемке работ по комплексной уборке улиц. Что они делали? Обводили по проезжей части участок, площадью один квадратный метр, дальше аккуратно собирали грязь в пакет, находящийся в обведенном участке, извешивали пакет и записывали. Брали улицы, которые прибираются. Например, у школы 59, по Некрасово, собрали более килограмма пыли и грязи норматив превышен 33 раза. Детский сад Ясли номер 41 на улице Пугачева 1372 грамма, норматив превышен 45 раз. И детская поликлиника на Некрасово 1846 грамм, норматив превышен в 61 раз. Ну и, честно говоря, слушатели очень много звонят, конечно, по этому поводу. Людям кажется, что в этом году особенно много пыли и грязи. Сами вы ощущаете, что воздух недостаточно чист, кроме того, что улицы грязны? Ну, могу сказать, что, наверное, вот сейчас, особенно вот в наш весенний период, когда идет активная уборка после зимы, то понятно, что, да, есть моменты, когда чувствую, что и пыльная. Но вот я могу сказать, что как-то вот забавно получается, вот в этом году особенно много пыли. Давайте посмотрим, откуда она берется-то, эта пыль. Откуда? Ну, вот. Ну, один источник, насколько я знаю, это песок, которым посыпают улицы. Совершенно верно. Песко-соляная смесь, которая применяется за последние, там, не помню, если это слово, там, 10 лет, из года в год. И в этом году мы ее высыпали ровно столько, сколько в прошлом году. Поэтому, говоря о том, что в этом году какой-то особо грязный город, я бы не стал. Ну, на самом деле, я тоже скажу, что разговоры о том, что в этом году особенно грязные, мне кажется, они каждую весну всплывают. Ну, наверное, вот понимаете, если не ошибаюсь, в прошлом году, дай бог памяти, наверное, в декабре, был разговор о том, что вот я говорил о том, что нам необходимо отходить от песко-соляной смеси, и в вашей редакции был проведен на улицах опрос, а стоит переходить на другие какие-то реагенты или нет. И люди начали говорить о том, что это очень дорого, мы не можем себе позволить перейти от песка, это самый дешевый способ и так далее. Я могу сказать, что это не самый дешевый способ, потому что песко-соляная смесь зимой распространяется по улицам нашего города, чтобы транспорт мог проехать. И люди могли пройти. А весной мы все должны собрать и куда-то захоронить. Каждый год, из года в год, на улице нашего города высыпается порядка 300 тысяч тонн песко-соляной смеси. Это примерно 5 тысяч вагонов. Как с этим можно бороться все-таки? Кроме песко-соляной смеси, безусловно, еще указывает на такой признак, как разрушающиеся газоны и тротуары. Вот с газонов, тротуаров, бордюров. Я бы даже газонами-то на самом деле это не назвала по большому счету. Все стекает, в том числе, да, и на дороге. Но это тоже один из факторов. Большой комплексный фактор, а превышение в итоге получается многократное. Что существенно можно сделать, чтобы мы поняли, что следующей весной, что ситуация серьезным образом меняется? Ну, понимаете, вот волшебства никакого нет. Нам просто необходимо, вот в эту зиму я могу сказать, что мы с подрядчиками экспериментировали по поводу применения других реагентов. Результаты получены где-то очень хорошие, где-то просто удовлетворительные. То есть на сегодня мы смотрим, как мы можем уйти от песка. На каких улицах? На магистральных, на улицах класса А, на остальных применять песок и так далее. Потому что, ну, вопрос, он упирается в том числе и в деньги. А если говорить о том, чтобы вот нам от пыли избавиться, то нам необходимо целый комплекс мер применить для того, чтобы от этого уйти. Потому что существует, например, ну, классический способ это мытье улиц спецтехникой, но это все работает только там, где есть ливневка. А ливневка у нас, как вы все знаете, она у нас вроде бы есть, но ее вроде бы нет. И там, где, наверное, газоны не поднимаются над уровнем тротуара? Там, где газоны не поднимаются над уровнем тротуара. То есть нам необходимо, бортовой камень поднимается, нам необходимо проводить работы по созданию дренажных систем в прибородерной зоне. Это все такая плановая... Это как-то находит отражение вот в новых правилах благоустройства, в изменениях? Это как-то находит отражение в новых правилах благоустройства, потому что это все необходимо делать будет. Это все капиталоемкие вещи, которые нужно будет, что-то будет делать ДЗХ, что-то будет делать ДДХ. Ну, сегодня мы это объединяем. То есть это большая плановая работа. Переверемся на полтора минуты. У нас реклама. Напоминаю, в программе Урбан Илья Шульгин, сети-менеджер города Кирова. Партнер программы – компания Куприд. Продолжаем разговор. Это программа «Урбан». Ведут ее сегодня Дарья Топузлеева и Светлана Занько. И мы, как и обещали нашим слушателям, пригласили в программу Илью Шульгина, главу города Кирова, и обсуждаем темы, которые мы собрали через соцсети. И также с 12 часов мы будем принимать прямые звонки по телефону 211-101. На сайте эхокирова.ру и нашей группе ВКонтакте мы выложили опрос, где замеряем, что больше всего раздражает жителей Кирова этой весной в городе. ВКонтакте с нашими партнерами, с первоисточником, газетой «Первоисточник» и сайтом «Первоисточник» мы разместили опрос в группе ВКонтакте «Эхо Кирова». 56% говорят, что пыль и грязь кругом раздражают больше всего. На втором месте ответ «Высокие бордюры и плохое покрытие на тротуарах». Такие непроезжие бордюры имеются в виду. На третьем месте «Снос исторических зданий», точная застройка исторического центра. А что у нас в ВКонтакте? У коллегу «Первоисточника». На первом месте точно так же 39% грязь и пыль на дорогах и тротуарах. На втором месте разбитые непроходимые тротуары. И вот мы разошлись с ними по третьему месту. У них на третьем месте недостаток скверов и зон отдыха рядом с домами. Я вот в том числе за этот вариант голосовала. За скверы. Сколько проголосовало в «Первоисточнике» человек? 320. И 195 на ВКонтакте Хакирова. То есть это такая репрезентативная выборка получается из наших горожан. Такая пыль и грязь все-таки побеждают все на свете. И хотелось бы, поскольку мы уже затронули вопрос по газонам и тротуарам, вот здесь программа безопасной и качественной дороги каким-то образом все-таки на дорожном покрытии сейчас сказывается. Мы это видим в натуре. А что касается тротуаров, то до сих пор непонятно, здесь какие существенные изменения могут нас ожидать. Есть ли какой-то выход и финансовые решения для того, чтобы наконец-то тротуарная сеть вместе с газонами или с ликвидацией газонов и с ликвидацией непроходимых бордюров, особенно на перекрестках, менялась? Вы какие-то конкретные поручения намерены дать, как-то переломить эту ситуацию? Или мы не можем это сделать опять так, чтобы сразу увидеть на следующий год изменения, а нам потребуется 5-10 лет? Ну, по поводу грязи и пыли, что могу сказать? Я сразу приношу извинения, ошибся, но порядок порядка 30 тысяч тонн мы высыпаем ежегодно на улице. Чтобы избавиться от грязи, необходимо ее убирать. Чтобы ее убирать, необходимо иметь нормальные поверхности на дорогах и на тротуарах. понятно, что много претензий у жителей к тому, что у нас тротуарная часть она очень серьезно разбита и местами непроходимо, а те бородерные камни, которые возвышаются над тротуаром, не позволяют пешеходные переходы преодолевать маломобильным группам граждан. Вот по этому поводу уже и поручения даны, и все это необходимо разрабатывать, но опять же все упирается в деньги, потому что это капитальные затраты, но полномерно мы это будем делать. Вот в этом году буквально вчера мы с коллегами поздно вечером уже собирались, смотрели планы по тротуарам, значительная часть будет там с адресами, это все и есть, в принципе, я вот боюсь сейчас соврать. Но мы пригласим, если вы позволите, Олега Семакова к нам в гости, он просто не ходит, в основном Печенкина за себя отправляет, он сам-то придет, новый глава нового департамента. Ну, сделаем, так скажем, замечание, придет, конечно. Пусть будет премьера, да, человек, который возглавляет самый главный такой существенный департамент, который видим мы сразу же, ощущаем на себе, хорошо бы, что пришел, рассказал нам и цифры все привел. Вот по тротуарной части, ну, опять же, самая такая у нас чувствительная часть, это все будет уже в этом году мы начнем делать. То, что касается... А это в рамках какого финансирования будет производиться? Это в рамках муниципального финансирования. А есть возможность заявиться, возможно, в какие-то федеральные проблемы, чтобы более глобально этот вопрос решать? Федеральная программа с БКД. И вот мы с БКД уже синхронизируем все остальное. То есть там, где мы можем комфортную городскую среду подтянуть, то есть, условно говоря, там мы делаем съезд во двор, а дальше, чтобы это было сделано уже за счет программы комфортной городской среды, там мы это стыкуем. Там, где не получается, там мы свои деньги планируем. Вот поэтому в этом году на тротуары выделены муниципальные средства для того, чтобы начать эту работу. Я не говорю, что мы все тротуары, конечно, устелим, но, по крайней мере, будем двигаться уже в этом году. Конкретные адреса я вот, к сожалению, просто с собой не взял. Я думаю, что Олег Дмитриевич подробно по всем адресам пройдется. Что касается вот создания доступной среды, то есть, съезды для колясок инвалидов, для колясок мам с детьми, это тоже все предусматривается и будет делаться. Там такая проблема, Илья Вячеславович, мы просто об этом говорим уже не первый год. И нам всегда власти говорят, что нет, 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 посмотрите, по всем правилам, по новым, там, Минстроя и прочим, и прочим, мы будем делать ровные, хорошие съезды с тротуаров на проезжую часть и обратно. Но всегда все равно устанавливается тротуарный камень так, что и коляски, и велосипеды, и маломобильные, там, граждане-инвалиды с большим трудом это преодолевают. Достаточно посмотреть на новый космический центр, который у нас стоит на улице с Паской. И там уже напрямую говорили, и в эфире в том числе, и чуть-чуть понизили эти тротуары, но все равно оставили бордюрный камень, чего боятся, совершенно непонятно. Почему невозможно сделать гладкий съезд? Что там, во что это все утыкается? Как-то они сами это объясняют. Приходят и говорят, Иван Иванович, да почему вы здесь опять этот бордюрный камень подняли? Все вроде каждому человеку и ясно, но все равно бордюрный камень не отыкается. Есть технологии, и все эти вещи мы будем менять. Я не знаю, на что это утыкается, но в любом случае есть указ президента о том, чтобы во всех муниципальных образованиях, начиная от города Москва и всего остального, по всей России, чтобы заработала программа «Доступная среда». И где-то на это особое внимание уже обратили, где-то к этому приходится поступаться впервые. Просто сейчас вы говорите, там уже не первый год вы это говорите, и так далее. Светлана Владимировна, мне, честно скажу, довольно сложно отдуваться за все предыдущие годы. Но приходится. Поэтому я могу сказать, что как отец трех детей и маленького мы пока еще в коляске возим, могу сказать, что я все эти вещи вижу и прекрасно понимаю. Поэтому лично у меня вызывает это такое же недоумение, как и у вас. Почему это нельзя сделать, почему это нельзя запланировать, тем более, что это не стоит вообще никаких денег, мне не до конца понятно. И мы с коллегами из ДДХ сегодня все эти вещи проговариваем, прорабатываем, чтобы это уже началось выполняться в натуре. Ну, я вот на своем примере тоже приведу. У Даши два маленьких ребенка. У меня два маленьких ребенка, соответственно, огромная коляска, маломаневренная. И на самом деле я бы попала, наверное, во множество сложных ситуаций, если бы до этого по тем же самым улицам я не ездила на работу на велосипеде и не знала, где действительно невозможно проехать. И потом, когда мы уже ездили с коляской, мы начали замечать, что здесь вот кто-то налил бетона, люди сами пытаются. уходят. Кто вот здесь вот у кого пролегает этот маршрут велосипедный, видимо, вот уже пришли с ведром бетона. Ну, такая же история на Московской вот здесь, да, от площади Театральной до улицы Ленина также, да, бетончиком там присыпали, чтобы можно было перекатываться более-менее. По поводу велосипедов могу сказать простую вещь. Правилами дорожного движения запрещено проезжать пешеходные переходы на велосипеде. Необходимо сойти с велосипеда, перевезти его через дорогу, потому что это банально опасно. Это что касается пешеходных переходов. Есть много просто выездов там со дворов и просто прерывистых тротуаров. Ну, с велосипедами все понятно. То есть, вот какая-то проблема, кажется, неразрешима. И надо, видимо, разговаривать с подрядчиками, что с ними происходит. Или, например, объявить акцию. У нас в свое время в городе очень хорошо сработала акция, когда парковались как раз на газонах, машины фотографировали жителей и присылали на сайт администрации города Кирова. То есть, в принципе, если будет проведена такая работа по тротуарам и бордюрам, мы готовы подключиться к информационной такой программе, когда люди бы просто сами прокладывали маршруты и снимали бы, как сделаны, например, здесь съезды и тротуары. В этом смысле готовы вам помочь. Давайте, это был бы очень интересный опыт. Хорошо. Следующий вопрос, к которому хотелось бы перейти. У нас остается буквально там три минуты до завершения первого часа. Официально мы будем еще в перерыве общаться. Вот все-таки хотелось бы вернуться к новому департаменту, который возглавляет Олег Симаков. Еще раз напоминаю, он со вчерашнего дня уже работает. Департамент объединяет ЖКХ, управление благоустройством и транспортом. Очень широкий спектр. Что заставило объединить все эти службы под одной главой? А глава сейчас будет всего этого хозяйства, Олег Симаков. Почему вы решили, что это будет эффективнее работать, чем отдельные департаменты? Мы не решили, что конкретно в этом департаменте будет эффективнее работа. Прошла определенная, так скажем, оптимизация и перераспределение ставок внутри этих управлений. Ну и перераспределение ставок все же упирается опять же в то, что необходимо соблюсти определенные количественные показатели. И мы проводили реформу внутри всей администрации. и когда вот прикинули на бумаге, как нам необходимо расположить необходимые службы, получилось так, что данная структура явилась нам оптимальной. Но определенная централизация в момент, так скажем, когда необходимо ускоренно провести какие-то, так скажем, работы, реформы, определенная централизация, она помогает сконцентрировать силы на конкретном участке. У нас сегодня участок и по благоустройству, и по транспорту, и по ЖКХ, он довольно проблемный. Сказать, что все же знают, это все прекрасно. Поэтому я думаю, что те усилия, которые мы сегодня там предпринимаем, и та централизация, нам помогут определенные вещи контролировать более понятно. Эта оптимизация приведет и приводит уже к сокращению количества служащих в администрации города Кирова. Эта оптимизация приводит к сокращению служащих в определенных службах и наращиванию кадров в других местах. Потому что я уже говорил, что в ДДХ, например, у нас с удивлением я обнаружил, что из всего состава, который в ДДХ работал до вчерашнего дня, более половины это были служащие кладбищ. То есть, понимаете, вот такой вот дурацкий перекос, а нам нужно дороги строить, нам нужно планировать дорожно-транспортную сеть, нам необходимо ее развивать, нам необходимо понимать, как у нас будет транспорт, завтра в условиях новых строящихся районов ездить, а у нас там этим занимается 8 человек. Поэтому эти службы, они должны были, по нашему мнению, быть усилены, что мы и сделали. поэтому еще раз говорю, то, что я бы разделил вопрос сокращения служащих в администрации и сокращения мертвых душ, это то, о чем я говорил, потому что во всех подвинутых учреждениях сегодня ведется системная работа по выявлению таких вещей и реальному сокращению. Но вот... А кроме ДДХ, какие еще крупные ведомственные организации? Это не ведомственные организации, это часть администрации департамента. Но это касается всех структур, которые сегодня мы видим. Всех структур, которые подведомственные администрации. То есть это и комбинат детского питания, это нашумевший, это все наши акционерные общества, все муниципальные, муниитарные предприятия, бюджетные, казенные предприятия. Везде проводится такая работа, потому что везде мы выявляем определенные вещи, связанные с неэффективным применением рабочей силы, в том числе. Финансовые нарушения и так далее. Сегодня идут массовые проверки. И вот те, так скажем, скандальные какие-то вещи, которые выплескиваются на странице и печатных изданий, и интернет-изданий, мы это все наблюдаем. То есть сегодня мы, я могу сказать, что абсолютно не боимся все это показывать, потому что надеюсь, что по итогам этого года это даст определенный эффект, в том числе в деньгах в городскую казну. Мы сейчас должны прерваться на перерыв. Напоминаю, что эта программа идет в записи, а с 12 часов вторая часть Урбана будет в прямом эфире 211-101. Для тех же, кто слушает нас по радио, сейчас Урбан заканчивается. Урбан программа о городских проектах КОНЕЦ 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 КОНЕЦ